Новости легкового мира на минувшей неделе поставлял только АвтоВАЗ, восстановивший производство своей четвёртой модели — внедорожника Нивы Тревел. Но центральным событием для автопрома стал военно-технический форум «Армия», который проходил всю неделю в подмосковном парке «Патриот». Между рядами с военной техникой то и дело попадались новинки двойного назначения, а то и чисто гражданские. Причём сплошь и рядом выставлялись частные разработки, опирающиеся на отечественные узлы и агрегаты серийных машин. Подивились мы на уральскую реинкарнацию Шишигги — двухосный Урал 4360 с автоматической коробкой передач и на полноприводный автобус Paz Vector Next от частного Павловского ателье и на свежий прототип внедорожника «Стрела». А производитель культовых вездеходов «Шерп» в условиях кризиса даже выкатил совершенно новую модель «Архант». АвтоВАЗ возобновил производство четвёртой по счёту модели. Так, вслед за семейством «Гранта», «Ларгус» и классической «Нивы» на конвейер вернулся внедорожник «Нива Тревел». И если возвращение «Ларгуса» носит пока временный характер — в Тольятти выпустили лишь ограниченную партию машин — то бывшую «Шниву» планируют делать на постоянной основе. В нынешней версии внедорожник лишён антиблокировочной системы и подушки безопасности. Предполагается, что поставки эйрбэгов от нового производителя начнутся до конца августа, а вот отгрузки АБС возобновятся не раньше следующего года. Как уверяют многочисленные источники, ездовую электронику для LAD будет поставлять китайская Trinova Tech. Зато «Нива Тревел» сразу оснащена системой экстренного оповещения «Эроглонас». Правда, машинам полагается упрощённый модуль — у него вызов экстренных служб выполняется только через нажатие кнопки SOS. Что объяснимо — без подушки и безопасности функция автоматического звонка попросту не работает. В остальном модель осталась прежней. В наборе базового оборудования сохранились гидроусилители руля, передние электрические стеклоподъёмники, обогрев наружных зеркал, центральный замок, бортовой компьютер и аудиоподготовка. Цены будут объявлены позже, но примерный ориентир — 1 миллион рублей. Основной этап кризиса позади. Так охарактеризовал ситуацию на АвтоВАЗе первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Как сообщил региональный чиновник, по итогам первого полугодия Тольяттинская площадка выпустила всего 70 тысяч автомобилей. Так что падение относительно аналогичного периода прошлого года составило 60%. До этого АвтоВАЗ такими данными не делился. Во втором полугодии руководство компании намерено нарастить производство до 140 тысяч машин, что относительно немного при почти миллионной мощности предприятия, однако учитывая текущие реалии, даже такой результат лучше чем ничего. «Видим, что люди возвращаются на рабочие места, производство восстанавливается и в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади», — заявил господин Кудряшов. Кроме того, к следующей весне закончится перенос производственного оборудования из Ижевска, и в Тольятти начнут делать «Весты». Плановая мощность — аж 400 тысяч машин ежегодно, хотя прежде россияне покупали максимум 100 тысяч экземпляров этой модели. Очевидно, что, декларируя региональным властям столь амбициозные планы, «Лада» планирует заместить своей продукцией бюджетные иномарки — Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, которые сейчас не выпускаются. При этом, как уверяют источники, инженеры российской марки номер один не планируют заниматься упрощением флагмана. Ездовая электроника, планшет медиасистемы и другие приятные опции у рестайлинговой «Весты» останутся. Пока наиболее вероятным поставщиком электронных помощников опять-таки называется китайская треново. Однако из-за очередной волны ковида этой фирме пока не удаётся наладить ритмичные поставки необходимых комплектующих. Сам перенос «Весты» на другой конвейер вынет из корпоративного бюджета около одного миллиарда рублей. Такой прогноз выдал президент компании Максим Соколов. И это совсем небольшая по меркам Автопрома цифра. Между тем, «АвтоВАЗ» наконец сумел перейти на пятидневный режим работы. До этого на тольяттинских конвейерах действовала четырёхдневка, которую руководство автогиганта ввело ещё 25 марта. Более того, в этом году компания вынуждена переносила летний корпоративный отпуск на апрель, поскольку для выпуска автомобилей заводу остро недоставало комплектующих. В первую очередь — блоков управления моторами. В итоге сейчас линия сборки не выработает по односменному, а Гранты — по двухсменному графику. Это продлится до конца августа, когда должна быть введена уже шестидневная рабочая неделя. Австрийская компания Steyr Automotive решила отказаться от производства «Газелей» на своих мощностях. Оказывается, изначально фирма планировала собирать для европейского рынка автомобили «Газель-НН» и «Соболь-НН», причём в двух версиях — с дизелем «Фольксваген» и в электрическом исполнении. Кроме того, Steyr намеревался предложить западным перевозчикам низкопольные электробусы марки «ГАЗ» — 9-ти и 12-ти метровой «Ситимаксы». Обе модели построены на новейшей унифицированной платформе, но младшую освоит «Павловский», а старшую — «Ликинский автобусный завод». Такое партнёрство вполне логично. Владелец австрийской компании Зигфрид Вольф — бывший член совета директоров группы «ГАЗ». Но как только российский производитель попал под адресные санкции со стороны властей США, реализация проекта оказалась попросту невозможной. Изначально выпуск «ГАЗовских» грузовичков под маркой «Штайр» планировалось начать не позднее 23-го года. Однако теперь, как уточняет австрийская пресса, фирма господина Вольфа займётся разработкой собственных моделей электротранспорта. Ещё одним направлением работы станет сборка шведских аккумуляторных грузовиков Вольта. Из далёкой Австрии перенесёмся в подмосковную Кубинку, где на просторах парка «Патриот» всю неделю выставлялась самая разнообразная техника. По большей части разумеется, военная — или от военных производителей. Скажем, частная фирма ВПК, название которой незатейливо расшифровывается как «военно-промышленная компания», в узких кругах известна как создатель бронеавтомобилей семейства «Тигр». Гораздо менее известен младший брат — бронированный внедорожник «Стрела», который почти вдвое легче «Тигра». Ещё менее известен проект небронированной «Стрелы» — командно-штабного, а по факту гражданского внедорожника на агрегатах «Газели». В 2021 году на форме «Армия» мы знакомились с первым прототипом невоенной «Стрелы». Ту машину создавали в сотрудничестве с Конструкторским бюро молодёжи при МГТУ имени Баумана, которая спроектировала и изготовила панели кузова. Однако второй прототип компания ВПК воплотила уже своими силами. Агрегатная база тоже изменилась. Если прошлогодний вариант использовал узлы «Газели» Next, то новая машина берёт за основу уже свежую модель — полноприводную «Газель-НН». Что же до двигателя, то разработчики не скрывают, что рассматривают сразу два дизеля. Во-первых, это широко известный российским газелистам Cummins ISF 2.8. А помимо него и перспективный китайский «Фотон» объёмом 2.5 литра. Именно эту дизельную четвёрку группа «Газ» собирается локализовать на своих мощностях, освоив литьё и механообработку в Нижнем Новгороде. Механическую коробку передач тоже позаимствовали у «Газели», а вот от серийных мостов остались только корпуса. Всю начинку разработчики внедорожника переделали самостоятельно. В перспективе «Стрела» сможет примерить и новейший автомат собственной разработки группы «Газ», который уже постепенно ставит на грузовики и автобусы с моторами ЯМЗ. А вот салон внедорожника оказался наглухо затонирован и закрыт. Впереди у «Стрелы» заводские испытания, за которыми должна последовать доработка и сертификация. Ещё один частный проект на основе серийной продукции группы «Газ» — это полноприводный автобус «Вектор Next», воплощённый компанией автоуслуги из того же городка Павлова-на-Оке, где расположен и сам Павловский автобусный завод. Хотя в былые времена полноприводные пазики выпускались массово, «Вектору Next» трансмиссия 4х4 не досталась. Зато она есть у грузовика «Садко Next», который и послужил донором агрегатов, включая мосты, дизель ЯМЗ и механическую коробку. Впрочем, ходовую часть пришлось серьёзно переделать. Ведь для автобуса с несущим кузовом невозможно просто переставить пассажирский отсек на другую раму. Спереди, например, к рессорам добавлены пневмобаллоны, а также стабилизатор поперечной устойчивости. Внешне «Вектор Next» остался практически исходным, если не считать композитных распашных дверей, которые фирма автоуслуги делает самостоятельно. Сертифицировать машину должны к весне 2023 года, а уж серийное производство сулит создателям широчайшие перспективы Интпошива. В кузове «Вектора» можно проектировать практически любые аварийные, спасательные, медицинские и прочие вездеходы, включая машины для МЧС и МВД, туристические автобусы или даже жилые кемперы. Так исторически сложилось, что автозавод «Урал» специализируется на производстве трёхосных грузовиков. Однако теперь предприятие, сравнительно недавно перешедшее под крыло объединённой машиностроительной группы, решило осваивать новые ниши. Наглядное тому доказательство показанной на форуме «Армия» полноприводный двухосный среднетоннажник под индексом 4360. Он может перевозить до четырёх тонн груза, то есть на полторы тонны больше, чем газовский Садко Next. У машины постоянный полный привод, оригинальные мосты и весьма неожиданная схема передней подвески. Вместо рессора инженеры применили сдвоенные пружины. Такое решение должно повысить комфорт и улучшить проходимость. Кабинный модуль авторы новинки взяли от «Газели» Садко Next, но оперение абсолютно оригинальное. Под коротким стеклопластиковым капотом скрывается некий рядный дизель от дачи 240 сил. Скорее всего, он носит марку ЯМЗ. Коробки передач только шестиступенчатые — это могут быть механика или автомат. Логично предположить, что поставщиком обоих агрегатов выступила группа «ГАЗ», но напрямую об этом не говорят. В серию двухосник должен пойти через год-два. Притом, помимо стандартной версии, «Уральцы» разрабатывают и беспилотную. У беспилотника сразу за моторным отсеком начинается грузовая платформа, так как кабинный модуль удалён за ненадобностью. Кстати, выставленный на форуме опытный экземпляр автономного грузовика удивил неожиданной раскраской. Так как модель создаётся и для армейских, и для гражданских целей, её левую сторону выкрасили оранжевой, а правую — зелёной краской. А ещё автозавод «Урал» конвертировал военный грузовик нового поколения «Мотовоз М» в гражданскую машину для Крайнего Севера. В планах предприятия — создание целого семейства арктических автомобилей. Напомним, что армейский «Мотовоз М» представляет собой полноприводное шасси классической модели 4320, оснащённое оригинальной каркасно-панельной кабиной. Её клетка сварена из стальных труб, а внешние панели отформованы из композитных материалов. Для гражданских моделей использование такого модуля выходит неоправданно дорогим. Однако для северной техники кабина подошла идеально, так как под плоскими наружными панелями можно упрятать толстый слой утеплителя. Пока арктические «Уралы» носят статус опытных экземпляров. Однако представители завода уверены, что смогут через два-три года довести новинку до мелкосерийного производства. О том, что российские вездеходы «Шерп» будут продаваться под брендом «Архант», телеканал «Автоплюс» рассказывал совсем недавно. А всё потому, что петербургскому отделению фирмы пришлось отделиться от украинского собственника — Владимира Школьника. При этом, как показал форум «Армия», где переименовавшийся производитель выставил линейку своей продукции, дело не ограничилось ребрендингом. В компании вдобавок подготовили совершенно новую модель. Поменена концепция вообще вездехода. То есть, если у нас была раньше среднемоторная компоновка, то сейчас переднемоторная. Как уверяет производитель, свежая компоновочная схема повлекла за собой изменение развесовки, что, в свою очередь, улучшило проходимость. Во всяком случае, когда внедорожник едет гружённым. Реализовано чуть-чуть перегруз на переднюю ось, которая компенсируется при загрузке уже пассажирами либо грузом. И вот как раз это тоже начало работать лучше, чем изначальная пустая 50 на 50. Ещё одно важное новшество — это совершенно другой формат кузова. Теперь, покупая одну машину, клиент фактически получает три разных — полностью открытую, с тентованным верхом или с жёсткой пластиковой крышей. Этот вездеход можно будет заказать в трёх вариантах кузова — открытый каркас, тент и пластик. Ну, это можно будет купить как бы и на одной машине. То есть, у одного владельца будет три варианта использования. И, конечно, нельзя не заметить, что водитель теперь сидит посередине кабины. У меня была посадка водителя в вездеходе. Теперь он сидит по центру, у него самое удобное для обзора место. У него изменились органы управления, теперь это не рычаги, а это штурвал, ну, похожий на моциклетный. Также сменилась гамма силовых агрегатов. Но всех подробностей представитель марки пока не раскрыл. На выбор покупателей будут представлены две силовые установки — это бензиновая и дизельная. Дизельная используется с вариатором, то есть это совершенно другие скоростные характеристики, это вообще чуть-чуть другая езда. Силовой агрегат — практически единственная серьёзная зависимость Арханта от импорта. Малокубатурные моторы в России не производятся, но покрышки готовы поставлять бел шина, а кузов, включая пластиковые детали, завод делает самостоятельно. И самое главное — Арханта будет стоить вдвое дешевле Sherpa модели N. «Арханта» ещё позиционируется как более доступной модель. То есть где-то в районе 5 миллионов у неё планируется розница — это очень мало для вездеходов. То есть вместо гонки вооружений, когда производители делали всё более дорогие снегоболотоходы, компания решила пойти по совершенно иному пути. Так что развод со старым собственником принёс Sherpa новые перспективы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова